В апреле-августе 2013 года под агидой Русского географического общества правительства Республики Карелия состоится уникальная экспедиция. Два российских путешественника – Фёдор Конюхов и житель Карелии Виктор Симонов – пройдут на собачьих упряжках по пути, который до сих пор считался недоступным. За четыре месяца они покорят более 4000 километров ледяных просторов и закончат своё путешествие на южном берегу острова Гренландия. Самый протяжённый маршрут в Арктике станет экстремальным испытанием человеческих возможностей. Когда берётся труд и подобный подвиг, прежде всего он берётся с дерзновением, потому что Господи, дай сил совершить. А вот да совершить и не даст совершить – это уже более боже. Поэтому совершается крестный путь с крестом, с покаянием и с молитвой. А вот на что он способен, что получится, это уже посмотрим по окончании. Международную экспедицию священник и путешественник Фёдор Конюхов посвящает 1025-летию крещения Руси. Отец Фёдор является сыном Украины. Ему очень дорого, как человеку, как патриоту, как православному, очень дорого. Это духовная связь всех православных между православными Белоруссиями, Украиной и Россией. Вы понимаете, много существует, в том числе существуют проблемы в мире православных. И этой акции он хочет ещё раз подчеркнуть – единение всех народов православных. И символом в таком единении является, естественно, освященный крест. Для экспедиции, старт которой намечен на конец марта, Фёдору Конюхову будут переданы три креста от России, Украины и Белоруссии. «Один крест будет установлен на Северном полюсе, второй крест будет установлен на Северной оконечности Гренландии, и третий крест будет установлен на Южной оконечности Гренландии. Как это всё будет происходить, я думаю, что Фёдор Конюхов это уже проанализировал». «Крест, прежде всего, это символ победы, победы над смертью, победы над дьяволом. Крест – это символ Христа. И христиане посвящали всегда места, места святые, как раз этим символом. Они устанавливали кресты на высоких горах, даже труднодоступных местах. Таким образом, говорили, что тот, кто совершил этот труд, достигая до этого места, возносил славу Богу. Богу, что Господь создал этот мир, эту вселенную. Богу, что Господь сохраняет этот мир. Я думаю, что именно такой же смысл и вкладывают организаторы. 24 февраля в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе благочинный Севастопольского округа протерей Сергий Халюта совершил в сослужении духовенства чин освящения креста, изготовленного в Севастополе. Также был освящен флаг города, переданный для Фёдора Конюхова, главой Севастопольской городской государственной администрации Владимиром Яцубой. Освящается крестное сие знамение благодатью Пресвятаго Духа окроплением воды и священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Освящается крестное сие знамение благодатью Пресвятаго Духа окроплением воды и священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Кресту Твоему поклоняемся воды, О, и Святое воскресенье Твое славим. Для участников экспедиции отец Сергий передал также херсонесскую землю. Землю, на которой крестился святой анапостольный князь Владимир. Землю, на которой проповедовал апостол Андрей Первозванный. Землю, куда был сослан священномученик Климент Римский, где он принял мученицкую кончину. Землю, куда был сослан Мартин, исповедник, который до конца пострадался за Христа. Землю, где проповедовали седми священномученики в Херсонесе Таврическом, епископствующие. Землю, на которой уступала стопа святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских. Землю, на которой уступала блага святаго крестителя нашего, великого князя Владимира, крестителя земли русской. Землю, которая будет принесена вместе со крестом на Северный полюс. Это действительно будет тот великий знак, тот подлинный крестный ход, который мы можем совершить в благодарность святому равномосновому князю Владимиру. На Северный полюс кресты от трех государств, капсула с Херсонесской землей и флаг Севастополя будут доставлены самолетом в день начала экспедиции. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба севастопольского благочиния. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова